Идеальное место для убийства. Моя прогулка подходила к концу, я свернул на кладбище, чтобы, пройдя насквозь, выйти на железнодорожную насыпь, которая и являлась моим домом. Сумерки надвигались, я торопился, ибо кладбище вначале широкое и просторное, к концу сужалось и сплеталось в кружевной пляшущий лабиринт, выход из которого доступен лишь зрячему. Итак, я вошел через провисшие на снежном ветру ворота. Безлюдное заснеженное поле окружило меня со всех сторон. На воротах висел плакат. Содержимое могил, способ хранения и исследования. Я зевнул и двинулся вперед изящным спотыкающимся шагом, при котором моя голова моталась на груди, словно наполненный мясом карман. Шапка упала. Я остановился, поднял ее, отряхнул и закопал поглубже в снег, чтобы потом найти ее весной, во время кладбищенского ледохода. И тут я услышал.